Денис Анатольевич, поздравляю вас! Наконец-то вступило в законную силу решение по коллекторской фирме Фабула в твою пользу. С момента, как областной суд вынес определение о рассмотрении апелляционной жалобы, решение считается вступившим в законную силу. Теперь мы можем, скажем так, получить исполнительный лист и взыскать судебные расходы. То есть коротко суть дела. Коллекторская фирма обвинила в том, что Денис Анатольевич заключил договор. Соответственно, мы против этого возражали, мы это доказали. Соответственно, все судебные расходы, которые мы понесли, будут взысканы с проигравшей стороны, а именно с коллекторской фирмы. То есть хотели поиметь, сколько там, 8 или там 20 тысяч? 20 тысяч хотели, да? Да. А в итоге заплатят 28 тысяч в нашу пользу. Ну, как бы на этом все. Да, негладко прошло наше судебное заседание. Я обращу на это внимание. Я думаю, что записалось. Поведение одного из судьи, в той коллегии, которая была, очень было некорректное, очень некорректное, зная, что в судебном заседании находится слушатель, а именно я, потому что я находился в статусе слушателя и, по сути, не имел права ничего говорить, возражать и тому подобное. Судья позволила в мой адрес высказывания очень нелестные, скажем так, комментарии по поводу моего образования, по поводу пытаться меня учить нормам гражданско-профессуального законодательства, которые я знаю очень хорошо, очень хорошо знаю. Ну, видимо, это как-то судьи задевают, и вот они при любом поводе, зная, что я не могу ничего в ответ ответить, пытаются меня как-то уколоть, подцепить и тому подобное. Но ничего, будем исходить из того, где я могу защищать своих доверителей, там, где не могу, соответственно, будут мои коллеги, мои партнеры защищать моих доверителей. Я на данный момент работаю не один, соответственно, оказываю услуги не только я, но и мои коллеги. Все, всем удачи, не сдавайтесь. То, что касается заскания долгов по кредитным договорам, договорам займа и тому подобное, обращайтесь ко мне, у меня есть хороший опыт уже, есть соответствующая судебная практика. Если дело дойдет до апелляционной инстанции, я думаю, что мы всегда найдем юриста, который под моим чутким руководством будет в суде выступать и защищать ваши интересы. Даже если меня суд не допустит, мы найдем человека, который это сделает. Все, всем удачи, пока-пока. Как происходит рассмотрение апельцу на жалобы? То есть, когда поступает дело в суд, одна из судей берет полностью изучает и в самом начале делает доклад. То есть, коротенько суть оглашает. А дальше уже по упрощенной схеме начинается, скажем так, судебное заседание. Ну, не судение, а разбирательство. То есть, спрашивают, вы поддерживаете? Да, поддерживаем. Хотите что-то добавить? Там, да, да, добавляешь. Если нет, то... Добавишь? А хочу тут добавлять? Я сейчас посмотрю, что будет оглашено. Что тут добавлять? Ну, в принципе, судья расписала очень хорошо. Добавлять нечего, да. Ну, решение сюда полностью поддерживаю. По своему предъявлению, она полностью описала данную ситуацию. Там много было доказано, что я истинно не брал никакого предъявления. А отношения к операционной жалобе? Отказать. 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 Скажите, пожалуйста, вот относительно... Вы говорите о том, что вы потеряли телефон, правильно судебная коллега поняла? А потом вы только в ноябре, да, договор заключен 7 сентября, по-моему, там 23 или 21 ноября, вы только обращаетесь, и там относительно вот утраты телефона и соответственно номера мобильного связи. А у вас в то время в пользу не был какой-то другой связь? Ну, не, может, не так вы помнили. А как? Как только я потерял телефон, я сразу прошел с ним номер. У меня телефон, ну, точнее, вернуть его, не вариант, невозможный. Я номер. А из базы почему-то они удалили только в ноябре. А, то есть вот ту информацию, которая здесь есть в материальном теле, то есть о ноябре идет речь, то есть вы говорите, что она некорректная, да? Почему-то удалили из базы его только в ноябре. А, то есть в ноябре. Понятно. И с ее сердцем вы говорите, что у вас в пользу не было вообще мобильной связи с такой симкой, с таким номером, да? А вы когда его потеряли? Ну, до событий. Это было 7 сентября договор, а у вас? У вас только один договор оспаривается, другие не оспариваются, может, там какие-то другие договоры будут, кто-то отвечает. Нет, не оспариваете ничего больше? В рамках только дела. Ну, какие-то что-то оспаривается вами, либо вот пока никто ничего не являл, и ничего не оспаривается. Либо нечего оспаривать, мы так же. Да, мы хотели делать. А, только в рамках этого дела. Скажите, а вот выписка, которая предоставлена, и там вот эта сумма 8 тысяч, она вам и получалась? Нет. Нет? Ну, вы видели выписку, наверное, с национальным материалом дела, да? И там у вас, ну, по крайней мере, то что представлено, там какая-то сумма у вас была на счету, потом 8 тысяч поступает, потом вами какая-то сумма снимается, но у вас на счету при поступлении 8 тысяч уже была некая сумма, которая была достаточно для снятия. То есть вот судьба вот этих 8 тысяч, вам известна. Не знаю, не было карты, не было. Не было карты, а где она была? Утеряна. Тоже утеряна. А вот правоохранительные органы обращались в связи с этим? И зачем? Ну, когда эти люди теряют карты банковские, они же не знают точно, что потеряли. Думают, может быть, кто-то, например, подметил карту, просто в ОВД проверьте, не обращались никуда? Не, она не нужна была, там не было денег. Не было денег? Потерял, потерял. Вот смотрите, вот вы телефон, карту, вы где-то вот это? Вот для каких обстоятельств, как вы это делаете? На улице упал, потерял. На улице упал? На улице упал, в смысле? Ну, откуда упал она у нас на улице? Не упал, а на улице. Вы упали? Ну, конечно. Ну, конечно. Все же люди не идут, не падают по улице. Вы шли на улице? Да. Упали? Упал. Споткнулись или что с вами было? Плохо себя чувствовали? Я буду сейчас вспомнить. Ну, что ж, наверное, не так часто на улице падаете. Это было очень давно. Можете же как-то пояснить вот эти события? Карту вы потеряли, но счет-то открыт в банке, и счет – это не карта. Деньги поступили на счет. То есть вы поясняете, что поступившие на счет деньги вами не использовались? Нет, на счет, пока никакие вопросы в лес предстоит, не отвечай. Деньги поступили на счет, не на карту, на счет. Вот на счете поступило 8 тысяч, согласно выписке. Вот вы, ну, как, вы говорите, что денег не было, согласно выписке, 8 тысяч поступков. Они с вами не снимались, не использовались? Без предстоит, я не буду отвечать ни на какие вопросы. То есть вы отказываетесь отвечать? Мне нужно предстоит. Это ваше право, вы заключаете договор с любым представителем. Вы, вы дееспособное лицо, это не УПК, где предоставляется адвокат. Это гражданско-правовые отношения. И мы рассматриваем в соответствии по нормам Гражданского пациентного кодекса Российской ледерации. И такая норма отсутствует. Есть из-за значения адвоката, когда мнение, когда местонахождение ответчика неизвестно, когда суд означает в качестве представителя адвоката. В данном случае это иная ситуация. То есть вы не можете пояснить, правильно, судья на коллеге, я поняла. Ваше событие, враты, то есть вы не хотите, не можете, не помните. То есть что вот из этого? Повтори ту же самую фразу. Без совета, отвечать нечего. Вы вот сидите, суфлируете, зачем-то, а вы вам не сидите молча, правильно? Если я позволю, я могу сказать. Нет, вы не можете ничего сказать, поскольку вы не учатся в процессе. Все, нету судебной коллеги. У вас есть ухода о выглашении письменных документов из материала дела? Да. Каких? Пожалуйста, назовите из дела на минование документа. Если дополнительных нет, не поступило, то нет. Дополнительные доказательства, примените статьи 327.1 Гражданского бюджетного кодекса Российской Федерации. Несколько в иной процедуре принимается судом в полиционной санкции, если принимается. Поэтому, пожалуйста, вот не надо суфлировать тофь, когда человек не владеет в отсутствии высшего юридического образования нормами ДПРК. Вы, пожалуйста, присаживайте. Я сижу, никого не трогаю, не надо меня попытаться подколоть. Значит, было допущено слушателям суфлирование. Санесите, пожалуйста, стороне масла Денису Анатольевича подсказки по задаваемому судебной коллегии вопросам. Значит, возвращаемся. У вас ходатайство имеется в отношении письменных документов из материала дела? Если бы они не пахнут, нет. Значит, заканчиваем. Судебная коллегия заканчивается. Свои дела приходят в судебный пеник. Пожалуйста, вам слово пеник представляется. Я полностью поддерживаю своих. Я ничего не играю абсолютно. Жесть. Я сижу, никого не трогаю, молчу. И вот эти подколы, это не красит судью никак. То есть, зная, что я не могу в ответ ничего сказать, чтобы не нарушить порядок в судебном заседании, вот это стёб. Иначе это как воспринять? Она думает, что если у нее есть высшее юридическое образование, а судья, она может себе позволить себя так некорректно вести? Она ошибается. Судебная коллегия определила решение Ленинского района суда города Мурмонска 14 февраля 2023 года стать без умения, операционная жалоба общества с ограниченной ответственностью Кликтовского агентства ПАО без удовлетворения. Ты понимаешь, знаешь, что их бесит? Их всех бесит. Вот моя фамилия и то, что я этим занимаюсь, не имея. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok